Всем привет! С вами Катерина и канал Хобби Фан Ин Джапан. И сегодня мы снова заглянем в комплекс Саншайн Сити на Эки Букура. И по последним данным, с прошлого раза там много что изменилось. Итак, начинаем! Именно сейчас там проходит огромная коллаборация между Саншайн Сити и аниме Кимецу Но Яйба. И я уже в предвкушении! Так, первым делом возьму-ка я информационную листовку. И похоже, что самое интересное, как обычно, прячется на смотровой площадке Саншайн 60. А на нижних этажах лишь несколько фотозон, магазинчик и акция невиданной щедрости. А именно, поев на 3000 йен в любом ресторане Саншайн Сити, можно получить тематическую открытку. Но, пожалуй, не стану тут сильно задерживаться и сразу пойду оценить фотозоны, которые-то сделали специально к этому сотрудничеству. Локаций немного, но зато все они сделаны очень и очень пафосно. Обычно во время подобных коллабораций организаторы не сильно оригинальничают и ограничиваются лишь аниме-картонками персонажей. Но в данном случае я даже не знаю, как эти пафосные конструкции назвать. Короче, выглядит круто! Ну, я думаю, что пора бы уже, наконец, подняться на 60-й этаж и оценить основную часть этого сотрудничества. Что ж, я на месте и у меня просто дух захватывает! Во-первых, от того, как же круто тут все оформлено! Даже на стеклах имеются арты, что, в любуюсь видом города, можно было параллельно погладеть и на персонажей. А во-вторых, этот самый вид города просто шикарен! Я бы даже посоветовала посещать именно эту башню, а не какой-нибудь Скай-3. Ибо тут вид, в общем-то, такой же, но при этом комфортнее и значительно дешевле. Всего 1100-1600 йен, в зависимости от дня недели. И туристам на заметку! Посещать данную башню стоит где-то около двух или трех часов дня, чтобы успеть захватить как дневное, так и вечернее время. Но вернемся к нашей главной теме, к клинку. Но я, пожалуй, не буду все описывать и просто покажу, насколько же шикарно тут все сделано. А поговорим мы, пожалуй, про основную тему сотрудничества. Ведь это не просто Кемецу Нояйба, а Кемецу Нояйба в поисках сокровищ. И действительно, все персонажи добросовестно перерисованы с учетом этой тематики. И теперь смотрится, как будто они косплеиты Диану Джонса и его компанию. Да, и декорации не подкачали и напоминают не локации из аниме, а пирамиду инков или подобные места, которые мы больше привыкли видеть в разных западных фильмах, нежели в аниме. Конечно же, классические аниме-дизайны персонажей тут тоже имеются. Но расположены они слегка в стороне, чтобы не смешиваться со специальным оформлением. А вот это очень интересная галерея. Казалось бы, что это за черные картины? А на самом деле, если вы сделаете фотографию со вспышкой, то внутри рамки появится персонаж. Как и развлечение, очень даже прикольно. И хотя на видео может так не кажется, но в реальности даже немного жутковато. На самом деле система не сложная и работает с использованием поляризационных стекол. Так что даже просто так на эти картины тоже можно полюбоваться. Однако в таком случае нужно включить лампочку на фотоаппарате или сотовом телефоне и светить ей на картину примерно с той же точки, откуда вы на нее смотрите. Если же светить со стороны, то картина так и останется черной. Так, что-то я увлеклась. У меня же есть план. И следующим пунктом в нем будут аниме-картонки. Ведь нельзя же просто так прийти на коллаборацию и не сфоткаться с какой-нибудь из них. В общем, быстро-быстро пробегаю мимо каждого персонажа и делаю резкое фото. И так как все это находится на одном этаже небоскреба, то выполнить этот классический пунктик можно всего за несколько минут. Ну вот я и закончила с аниме-картонками. Пора переходить к моему любимому блюду во всех коллаборациях. И это штамп ралли. Стоит оно тут всего 700 йен. И имеет в своем составе карту, листочек или даже открыточку для пропечатывания штампов. И... приз? Как так? Я же еще не собрала все штампы и мне уже все отдали? Это же не спортивно! В общем, я была даже слегка разочарована, когда приз в файлик для документов мне выдали прямо сразу. Хотя понимаю, что для туристов, которые не говорят по-японски и не знают, где получать призы и что их вообще надо получать, это может быть наоборот плюсом. Но пока я ставила штампы, поняла, что файлик это просто бонус, а настоящий приз нужно сделать для себя самостоятельно. И так как это поиск сокровищ, то пока я ставлю штампы, на открытке появляется коллаборационный арт. В итоге я получаю оригинальную открытку, которую сделала себе сама в процессе прохождения всех этих локаций. И, кстати, карта – это не просто кусочек бумажки. Ее можно сложить по специальным линиям, и она превратится в прикольную подставку для данной открытки. И знаете, от такого самодельного приза даже удовлетворения от прохождения штамп ралли намного больше. Но пока я бегала по станциям, начало смеркаться. За облаками появилась тень от Фути, и я подумала, а не пора ли мне подкрепиться? И сделать тут это тоже можно в стиле клинка искателей сокровищ. Само кафе, столики, окна рядом с ними и все сопутствующие места – очень классно оформленные. Все сделано так, чтобы никто не был обделен вниманием своих любимых персонажей. Ведь посудите сами, это же так круто – пить кофе в компании, например, Незуко и параллельно наслаждаться ночным видом Токио. Конечно же, тут есть и коллаборационное меню. Я вот взяла себе мороженое и напиток, которые не только красиво смотрятся, но еще и очень вкусные. И как это обычно бывает во всех коллабах, к еде и напиткам дают еще тематические рандомные костеры. Мне вот попались Муитиро и Тенген. И вот уже стемнело, так что пора насладиться ночным видом Токио и купленными вкусняшками. Кстати, в процессе прогулки заметила интересный агрегат, который был нереально популярен у детей. В итоге это оказалось беспроигрышной лотерея с не очень дорогими призами. Я тоже попытала удачу, но получила лишь наклеечку. А еще Япония не была бы Японией, если бы к каждой коллаборации тут не прилагался бы и специальный магазин. Более того, в Саншайн Сити он расположен аж в двух местах. На 60 этаже и на первом этаже рядом с лифтом на обзорную площадку. Так что даже если вы не собираетесь подниматься и платить деньги за вход на смотровую, то все равно можно закупиться тематическими сувенирами. Которых, кстати, на редкость очень много. От фигурок и косметики до полотенчиков и файлов. Короче, фанату клинка уйти без покупки просто нереально. И особенно приятно то, что магазинчики продают не только коллаборационные сувениры, но и обычные товары. И это ну очень классно, потому что в Японии купить редкие популярные аниме сувениры спустя несколько месяцев после релиза невероятно сложно. И вот пока я бегала по магазинам, окончательно стемнела. Свет на этаже притушили и включили подсветку декораций. И яркие при свете дня локации стали чем-то другим. И кажется, будто мы уже не рядом с руинами, а внутри них. Что ж, все, что можно было посмотреть наверху, я увидела. И думаю, пора спускаться вниз. И проходя уже мимо фотолокаций, я случайно заметила, что внизу тоже есть штамп ралли. Вот только оно не настоящее, а цифровое. И для участия необходимо скачать приложение. Но у меня уже нет времени в нем участвовать. Да и призы тоже только цифровые. А именно обои на телефон. Кстати, внизу тоже есть мини-плакатики, которые говорят нам о том, где именно проходит та самая коллаборация, на которой я только что побывала. Что ж, на этом наш поиск сокровищ подошел к концу. И пришла пора прощаться. Всем пока и до новых встреч на моем канале. Ставьте лайк, если понравилось. И не забывайте подписаться. Впереди еще много интересного. Субтитры подогнал «Симон»